итак дорогие друзья доброе утро доброе утро мы продолжаем изучать тору на сегодня благодарность благодарность номер 7 номер 7 7 урок так отлично и начать запись сейчас у меня увидите также и в телеграме кто смотрит в телеграме сейчас он станет меня видно слышно слышно все доброе утро дорогие друзья итак мы продолжаем изучать тору и конкретно мы изучаем сейчас тему про благодарность доброе утро из иерусалима я живу в иерусалиме и как раз можете я думаю что я буду делать на обзоры я вот хочу сегодня делать в общем я буду его записывать наверное буду везде размещать а где-то будет он прямом эфире идти буду делать обзоры что здесь происходит чтоб как чтобы поделиться своей точкой зрения тоже значит когда приходит неприятность на человека или на народ на группу людей то еврейский народ читает солны солны и вот есть псалом которые которые 121 псалом его обязательно сейчас его читают во всех синагогах перед всеми молитвами и после всех молитв в общем очень важно читать в минуту когда есть опасность для жизни значит его читают значит 121 псалом его тоже прочитаю значит ширля малоты сайна или арима него изри песня для восхождения поднимая глаза горам откуда придет мне помощь это очень важный вопрос когда ты понимаешь что что неприятность страдания из рима им аду иной помощь мне придет от бога который сделал небеса и землю а летель на мотра глеха олену шумреха он не даст оступиться твои ноги не задремлет твой страж и нилой анум в дуэшан шумер израэль вот не дремлет и не спит страж израиля адыной шумреха одной цирка ли от имени ха бог охраняет тебя бог как тень от твоей правой руки это очень важная фраза что то насколько ты с богом настолько его охрана на тебе очень важно вот прямо моменты опасности вот сейчас именно пробудиться и просить всевышнего бог охраняет тебя бог как тень от твоей правой руки я мама шэм и шлюак эко вэй вэй ахбаляна днем солнце не ударить тебя не причините тебе вреда и луна ночью адыной шмор хамикулера и шморот на вшеха бог сохранит тебя от любого зла от всего зла и сохранить душу твою адыной шмор цитха у вэхом и отава адурам бог будет охранять выход твой и входы от сейчас и навечно отныне и навеки чтобы наш урок шел на освобождение пленных сейчас в плену находится больше ста человек женщины дети старики то есть страшно эти хамасовцы они звери они людей просто отрезают головы младенца то есть это просто не люди и находиться в плену таких людей это страшно если они еще живы чтобы бог сама вот моя молитва чтобы они вышли из этого плена живыми и здоровыми и в принципе это закончит войну это как раз ее можно было бы закончить 30 секунд если бы те кто убийцы эти они вдруг осознали что то что они делают это не добро то есть вот представьте они начали вот эту вот операцию они думали что на чем они думали они думали что этого всего не будет что можно убить тысячу израильтян убивать детей убивать женщин зайти в страну и ничего не будет то есть не будет ответа они знали то есть они являются вот есть в экстремисты животные в каждом наверное в каждом обществе есть какие-то маньяки, вот они сейчас как раз на них ответственны за все страдания сейчас миллионов людей, потому что весь Израиль страдает и сопереживает, как будто бы каждого убили. Весь мир сопереживает, все честные люди, видя, как резали детей в кроватях, как резали целые семьи, они тоже сопереживают. И 2 миллиона сейчас в Газе тех, которые радовались, когда это делали, они сейчас тоже страдают очень сильно, потому что когда говорят, за что страдает мирное население в Газе, они как раз радовались, устраивали фейерверк и раздавали конфеты, что класс, молодцы, продолжайте. Выхода нет, если кто-то хочет убить тебя, то он нам говорит, встань первый, убей его. Но, но мы продолжаем изучать про благодарность, потому что результат конкретный зависит не от нас, вообще не от нас. Результат всех событий зависит только от Всевышнего. Бог управляет миром, и человек может делать какие-то действия, человек отвечает за три вещи в этом мире, да, то есть у каждого из нас есть зона влияния. Вот конкретно зона влияния каждого из нас, всего лишь три вещи. Это мысли, это полная зона влияния. То есть в твои мысли никто, кроме тебя, влезть не может. Ты хозяин своих мыслей, ты можешь мыслить так и так, ты можешь использовать слова такие или такие. То есть мысли, это вообще, в принципе, это все твое, вообще полностью. Нету, ты можешь сейчас полететь на Луну, или как Эйнштейн попутешествовать на луче света, как бы, можешь даже обогнать свет в своих мыслях, да, со скоростью света. Ты можешь вспомнить любые события, которые были, оказаться сейчас, ну, все, что ты хочешь, ты можешь, да, в мыслях. Вторая зона ответственности, это то, на что ты влияешь, это речь. Вот тут мы уже начинаем взаимодействовать друг с другом. И то, что ты говоришь другому человеку, или говоришь себе, ведь мысли состоят из того, что ты разговариваешь с собой, человек разговаривает с собой внутри себя. Он может говорить словами царя Давида, может с ними соглашаться, не соглашаться, может Пушкина цитировать, например, да. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Как мимолетное видение. Представляете, какая вообще Всевышний создал человека, что вдруг можно вспомнить Пушкина. Чего он вспомнился, непонятно. И третья зона ответственности каждого из нас, это действие, то, что ты делаешь. Все остальное уже не твое. Все остальное это уже сразу же, ты попадаешь, как только ты вышел за пределы своих мыслей, уже даже в разговор, ты уже полностью не знаешь, какой будет результат. Ты кому-то что-то сказал, ты даже не знаешь, он тебя услышал, понял он тебя, как он тебя понял, как он внутри интерпретирует то, что ты ему сказал. Если ты что-то сделал, знаешь, самое мощное взаимодействие, это между близкими людьми, муж и женой, да. То есть они как бы все время вместе, все время влияют друг на друга очень сильно. Родители, дети, друзья и так далее. И вот иногда бывает, там, муж спрашивает, а чего ты такая? Ну, она говорит, какая? Он говорит, ну вот вот такая. Она говорит, какая? Откуда ты знаешь вообще, какая? Он говорит, да я вот смотрю, как у тебя лицо такое. Или она ему говорит, лицо такое. Ты так посмотрел, не так посмотрел. Некоторые жесты трактуют. Есть целая система трактования жестов. Значит, как надо жестов. Вот так ты сидишь или так ты сидишь. В общем, даже жест твои уже действия, это уже не твое. Как его поймут и к чему это приведет, ты не знаешь. Поэтому конечный результат зависит от Всевышнего. Любой результат любого взаимодействия людей. И эта война закончится в тот момент, когда Всевышний скажет стоп. А Всевышний скажет стоп, когда каждый из нас, каждый из участников, а в мире сейчас 8 миллиардов человек, выберут мир. Вот тут очень важно. Что ты выбираешь внутри себя каждую секунду. Потому что Тора нам говорит, что от выбора нужно рассматривать себя. Каждый из нас должен рассматривать себя. Как будто бы сейчас, в данный момент, от твоего решения зависит судьба мира. Если ты сейчас выбираешь попросить Всевышнего. Может, у нас сейчас, сколько у нас людей? 140? Где-то около 190 человек у нас сейчас, если в Ютьюбе, в Фейсбуке и в Телеграме. Вот если у нас сейчас 190 человек. И мы скажем сейчас Всевышнему, Всевышний, пожалуйста, мы выбираем мир. Пожалуйста, пускай злодеи, которые хотят убивать, воевать, пускай они сами убьют себя, если они хотят убивать. Пускай они убьют себя, зачинщики этой всей войны. Пускай они убьют себя. И пускай люди, которые хотят жить мирно, живут мирно. Вот давай, все люди, которые живут мирно, дай им такую возможность. Мы же тоже люди. Я не хочу воевать. Я не хочу воевать конкретно. Мне хочется жить в мире, дарить добро, улыбаться, учить людей благодарить Всевышнего. Все. Хочется воспитывать детей, внуков, работать, зарабатывать, веселиться, радоваться, платить налоги. Все. Я думаю, что все 200 человек, которые сейчас здесь, они тоже хотят жить мирной жизнью. То есть нормальный человек, он хочет шалом, он хочет радоваться. Давайте попросим Всевышнего, чтобы был шалом. Пожалуйста, Всевышний, останови все войны в мире. Останови всю боль, несправедливость, всех злодеев и убийц, всех маньяков, всех людей, которые хотят делать зло. Всех останови во всех странах мира. В Украине идет война, на территории Украины. В Израиле идет война. То есть останови все войны в мире. Это то, что мы просим. Теперь, ну, Всевышний нашу просьбу принял, передал на рассмотрение. Ваш вопрос на рассмотрение. Все. Все Всевышний знает лучше, чем мы. Поэтому он знает, как будет дальше. А мы давайте седьмой урок в теме благодарность. Начинаем сейчас седьмой урок в теме благодарности. Я, кстати, хочу, чтобы вот эти вот уроки, сделать из них расшифровку. И сделать книгу, там, 50 уроков или 49 уроков благодарности будет книга называться. Посмотрим. Ну, я думаю, 49 – отличное число. Да? Седьмая. Седьмой день благодарности. Говорит Рав Шалом Аруш в книге «Врата благодарности». «Причиной и корень того, что человек ноет, пребывают в унынии, депрессии и отчаянии и недоволен жизнью в его неблагодарности». То есть, он говорит нам такую вещь вообще очень интересную. Вот тут это настолько ключевая вещь. Я когда-то написал книгу. Вот это был мой прорыв вообще в жизни, когда я понял и осознал в какой-то момент, там, 2005 год, что все, что во мне происходит в жизни – это моя стопроцентная ответственность. И он говорит, ты недоволен, тебе не нравится, тебе плохо, у тебя депрессия, ты в отчаянии. Он говорит, все это твоя неблагодарность. Причина одна – неблагодарность. Как? Ну, мне же плохо, у меня нет работы, у меня нет денег, у меня там то, то, болезни, все. Он говорит, нет, это следствие. То есть, то, что тебе плохо – это неблагодарность. И до этого он говорил, что то, что у тебя все эти события произошли, это Всевышний так он сделал, да? Почему он так сделал, мы не знаем. У Всевышнего свои замыслы. Теперь, но то, что тебе плохо – это твоя неблагодарность в этот момент. То есть, причина того, что тебе внутри плохо – это твоя неблагодарность. То, что у тебя все эти события, он тоже говорит, что тоже неблагодарность. Но это уже более такая сомнительная история. Значит, почему человек чувствует себя плохо? Он говорит, потому что он не оценивает, не может оценить тех благ, которые дает ему Всевышний, и не умеет поблагодарить за них. Он все время видит только то, чего ему не хватает. И тем более он не понимает благонамерения Всевышнего в тех плохих вещах, которые с ним происходят. Он говорит, смотрите, вот возьмем человека, он потерял работу, он болеет чем-то, он со всеми поверили, ругался родственниками, от него ушла жена, или он не был никогда женат. И вот он сидит, слушает этот урок, говорит, что мне плохо, потому что у меня жизнь вообще, на верительстве такое слово, а-ля по ним. А-ля по ним, ну там, на лице, не знаю, как перестянуть, а-ля по ним. В общем, жизнь у меня плохая вообще. Говорит, поэтому мне плохо. Говорит Равшалумаруш, нет, ты не видишь того, что тебе хорошо. Тебе сколько лет? Говорит, 25. Тебе 25 лет. Тебе 25 лет, ты молодой парень еще, да? Дальше. А еще что? Да нет, у меня в жизни ничего хорошего. Ты здоров, ну, ходить можешь, работать можешь. Да, ну могу, но что это, что мне, из-за этого радоваться, что ходить могу? Да, не куча, чем без рук, без ног. Сколько людей потеряли, руки, ноги, не могут ходить, все. Да ты можешь, заметь это. Ну, хорошо, ну а что, у меня же все остальное плохо. Хорошо, видишь, глаза есть, вижу. Учиться можешь, память работает, работает. Можешь книжку услышать и понять, да, или скачать, посмотреть о благодарности? Ну, могу. Понимаешь слово благодарность? Могу. Вот попробуй, попробуй. Значит, попробуй поблагодарить. Ладно, я благодарен, я благодарен. Увидишь? У нас вторая часть урока будет как раз о том, как внедрить благодарность в свою жизнь. Итак, значит, приводит он, опять же, пример, эта книга, это Тора. Он приводит пример, естественно, из Торы, как евреи вышли из Египта и как они, значит, относились ко Всевышнему и к Маше. Они говорили Маше Рабейну, отстань от нас, и мы будем работать на египтян. Они говорили, что верни нас в Египет. Они говорили, что нам было там хорошо, даже они говорили, да. Мы там ели арбузы, тыкву, кабачки, чеснок. В общем, и он, они говорят, нам там было хорошо. То есть, Всевышний сделал для них, вывел их из рабства, спас их, там, делал для них знамения, чудеса. Не-не-не, это все не важно. Вот там нам было хорошо. Он говорит, что люди не замечают дарованных им благ. В источнике любого зла, усиливает он свою мысль, на протяжении всей истории человечества лежит неблагодарность. От Адама, первого человека, которому, значит, он был неблагодарный, Бог ему дал все, он его создал, дал ему жизнь, дал ему целый мир, он ему дал. На тебе, говорит, весь мир твой. Он ему говорит, а вот этот плод-то ты мне не дал. Он не говорил, но ему Всевышний не дал один плод, сказал, этот плод, дерево познания добра и зла не ешь. Жена ему дала, он съел. Теперь Всевышний ему говорит, как же ты ел-то, как же ты вообще нарушил. А он говорит, жена, которую ты дал мне, она дала мне, а дерево я не ел, он говорит. То есть, он и обманул, и еще и обвинил. Знаете, когда один человек другого обвиняет в чем-то, да, говорит, как ты сделал так? Он говорит, ну ты сам виноват, ты провокатор. Ты провокатор, например, да, люди многие так говорят. Так и первый человек сказал Богу. Он говорит, жена, которую ты дал мне, она виновата. Ты, вообще, ты виноват, что ты мне дал эту жену. Прямо он это пишет. Этим он как бы говорит Всевышнему. Ты виноват, что дал мне жену, которая соблазнила меня в грех. Так, из первого человека до наших дней, все грехи, все преступления, все неудачи происходят из-за неблагодарности, говорит Равшалам Маруш, унитикальная вещь. Хорошо, теперь он говорит, ну если мы знаем, что источник всего зла неблагодарность, получается источник всего добра в жизни человека, всего хорошего. Благодарность, человек, достигший благодарности, уже хорош. Он видит добро вокруг себя, он всем благодарен, он любит всех, желает всем успеха. И он говорит, это обучение добру начинается в доме, в семье, с отношений между мужем и женой. Если они благодарят друг друга и ценят друг друга, то есть они не воспринимают, что то, что ты для меня делаешь, это твоя обязанность, это подарок. А когда тебе каждый день дарят подарок, так что ты делаешь, спасибо, 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 спасибо. Второму приятно, дико приятно. Он говорит, вообще, мне очень приятно с тобой жить, потому что такой благодарный супруг вообще, это просто удивительно, где-то их выращивают. Теперь и... Но он говорит, где-то их выращивают, дома, в детстве. То есть, если ребенка, он говорит, самое главное для родителей, воспитать ребенка благодарным. Первейший принцип воспитания детей, родителям следует настаивать на том, чтобы дети благодарили за все, что они получают. Не давать им ничего, пока тебе не скажут спасибо. Это он говорит, это самое важное. Почему? Потому что если ребенок думает, что ему все должны, это несчастный ребенок, это очень несчастный ребенок, потому что ему никто не должен, мир будет ему не давать то, что он хочет. Если его балуют, а он неблагодарный, потом он приходит в мир, ему не дают, он начинает обвинять и так далее, и так далее. То есть, с детства нужно приучить ребенка благодарности. Тогда он благодарный, тогда он счастливый. И тогда у него хорошее отношение с людьми, и ему хорошо, и людям хорошо с ним. Теперь дальше. И дальше он продолжает, если человек не приучен замечать благодарность, давать благодарность людям и замечать их добро, то тогда что? Он будет отрицать благо Всевышнего, если он посланцев не видит и не благодарит Всевышнего, то естественно и Всевышнего он не будет благодарить. И он будет несчастный человек, будет унывать и естественно лишиться всего, если человек пребывает в унынии и отчаянии, у него отбирают все данные ему блага и отстраняют от служения Всевышнему, говорит Равшаламаруш. Вот так вот, друзья, значит, спасибо. И спасибо Равшаламарушу за прекрасную систему, спасибо вам, что вы пришли. Я еще не закончил, у нас еще есть седьмой урок в книге Равзеля Гафлистина «Как приобретать благодарность». Значит, давайте подведем итог того, что начинается все в доме, поэтому мужья, жены должны друг друга благодарить. И вот у меня есть еще одна книга, называется «Шломбайт» про мир в доме. И он здесь говорит, Рав Коин, он говорит так, что люди заходят в брак для того, чтобы получать эмоциональное удовольствие. Ну, по-настоящему, это главное, как бы это может быть не озвученная цель брака, да, и жизни совместной, но это цель, которая лежит за, ну, это глубинная цель. Люди заходят, есть техническая цель брака, вырасти детей там и так далее, а есть глубинная цель, это получить эмоциональную радость от жизни с другим человеком. И главное, на чем строится эта эмоциональная, вот эта вот эмоциональная связь, это араха, это оценить и поблагодарить второго человека, это комплименты, это благодарность, это вот это вот наполнение отношений вот этим вот теплом и поддержкой взаимной. Второе, то, что он говорит, это теплый разговор, яхас хам, отношения, теплые отношения друг к другу. И третье, то, что он говорит, основа брака, чтобы дать другому вот эту вот эмоциональную наполненность, за которую он и пришел в брак. Это принимать другого таким, какой он есть, не стараться его исправить, не критиковать его, а наоборот, лиодетту, то есть его поддерживать, его благодарить и так далее. Араха, это как бы, вот эта вот высокая оценка того, что другой для тебя делает, это делает брак счастливым. Теперь, значит, седьмой урок, седьмой урок «Как быть благодарным». Называется седьмой урок в этой книге «For what am I grateful right now?» Он говорит, есть один вопрос, очень простой, который, если ты привыкнешь его задавать постоянно, он сделает тебя уже через месяц благодарным человеком. А что ты получишь, давайте проверим. Вот вы можете, например, с сегодняшнего дня начать это использовать. Это очень практический совет, невероятный. Вопрос звучит так. «For what am I grateful right now?» За что я благодарен right now? Прямо сейчас. И он говорит, что если человек будет задавать себе этот вопрос минимум 10 раз в день, можно поставить себе таймер, то давайте сделаем первое же упражнение. За что я благодарен прямо сейчас? Я благодарен, что у меня есть телефон, компьютер и айпад. Ура! Вы для себя скажите, за что я, вот задайте вопрос, тут главное задать вопрос, создать привычку, хэббит, такой навык. За что я благодарен прямо сейчас? Прямо сейчас, right now. Вот именно в данный момент, в данную секунду. За что я благодарен прямо сейчас? У нас сейчас на уроке 40 плюс 140, 180 и плюс 74, 254 человека. Я очень благодарен, что 254 человека слушают нас прямо сейчас. Right now. За что я благодарен прямо сейчас? Отлично. Если спрашивать себя, именно right now, в этом есть еще и эффект погружения в здесь и сейчас, прямо сейчас. Не в жизни глобально, а прямо сейчас. Если спрашивать себя, за что я благодарен себе right now, прямо сейчас, и делать это минимум 10 раз в день на протяжении 30 дней, то ты, получается, сколько раз себя спросишь? Минимум 300 раз. Здесь важно создать привычку вопрос-ответ, вопрос-ответ, вопрос-ответ. То есть, приучить себя, за что я благодарен прямо сейчас. Прямо направлять свое внимание. Теперь он приводит тут потрясающую иллюстрацию того, как было. Пришел к нему один человек советоваться и говорит, вы знаете, говорит, рыбы, у меня такой вопрос. У меня папа мой, отец мой, он страшно меня раздражает. Раздражает меня в разговоре. Он прекрасный человек, все, но он меня, я прям, меня одна вещь в нем очень бесит. Он говорит, какая? Он говорит, он все время в разговоре использует такое ссорное слово на английском, you know, you know, you know, you know, you know. Он все время говорит, you know, ты знаешь такое слово. You know everyone. И когда я ему говорю иногда, да, папа, ну не говори все время, you know, you know, you know. Он говорит, you know, everyone has such habits. Он говорит, ну, ты знаешь, у всех есть такая привычка, я говорю ему, папа. Он говорит, что мне делать? А ему этот Равзелик Плистин говорит. Каждый раз, когда он говорит, you know, ты себя спрашиваешь, за что я благодарен прямо сейчас внутри себя. Он говорит, хорошо, попробую. И вот папа, значит, он с папой разговаривает. Папа, you know, он за что я благодарен прямо сейчас. И внутренне отвечает на этот вопрос. Тут, you know, он за что я благодарен прямо сейчас в мыслях. И он пришел буквально через там несколько дней к Равзелику Плистину и говорит, вы знаете, говорит, это просто чудо какое-то. Во-первых, я каждый раз, то есть я стал благодарен даже отцу за его вопрос, you know, который меня переворачивает мое внимание и заставляет каждый раз увидеть, за что я благодарен в данный момент прямо сейчас. И вот этот вот, оказалось, что я ему и за этот вопрос, который меня раньше раздражал, я ему стал благодарен. То есть если ты хочешь быть благодарным, если ты реально хочешь выстроить свою жизнь, свой внутренний мир, его перекодировать, сделать его реально счастливым, то за что я благодарен прямо сейчас, это первое, нужно решить быть благодарным, осознать. Для этого мы изучаем книгу Равшалу Маруша, чтобы понять, что это самый прямой путь к Всевышнему, самый прямой путь к молитве, самый прямой путь вообще к соединению со Всевышним и к пробуждению своего человеческого состояния. Второе, ввести это реально в свою практику. И вот это вот очень практичный инструмент. For what am I grateful right now? За что я благодарен прямо сейчас? Я очень благодарен прямо сейчас вам за то, что вы присоединяетесь к урокам ТОР. Я очень благодарен вам за поддержку нашей организации ВАИКРА, за поддержку Израиля, за поддержку еврейского народа, за поддержку Всевышнего, потому что мы, еврейский народ это свидетель того, что есть Бог в мире. И действительно, вся история еврейского народа, Исраэль, Израиль, это свидетельство. То, что мы говорим, Шма, Исраэль, слушай, Израиль. Бог всесильный, Бог один. Один. И слово ЭХАД заканчивается на Д. И слово Шма, первое слово, заканчивается на АН. АН, ДЭД, это ЭД, свидетель. И я очень вам благодарен за то, что вы присоединяетесь ко Всевышнему через Израиль, через Исраэль, кстати, слово, если посмотреть на него еще, как оно записано, Яшар Эль, прямо к Богу. И интересно, я вчера слушал урок рабонит Хава Куперман, чуть-чуть я слушал кусочек, жена слушала, я подслушивал. И она говорит, что Ишмаэль, имя Ишмаэль, это арабы, это потомки Ишмаэля, и услышит Бог. Это два народа, которые, которые, в них есть название, имя Всевышнего. Исраэль, это имя Яакова, сына Ицхака, а Ишмаэль, это имя сына Авраама и Агари. И Ишмаэль, услышит Бог, Исраэль, Яшар, прямо к Богу. А написано в пророчествах, что в последние времена Ишмаэльтяни настолько принесут страдания еврейскому народу, что еврейский народ начнет молиться и услышит Бог наши молитвы. То есть, то, что сейчас происходит, это удивительно. Насколько сейчас страдания, которые обрушились на наш народ, когда просто напали звери, это просто был шок. В Израиле же, вот те, кого убили в первую очередь, это были пацифисты за мир с Палестиной. Можете себе представить, это была молодежь, которая устроила фестиваль мира с вот этими зверями. А эти знали, что они собрались там на фестиваль мира и вырезали их всех, просто резали, как вообще, как, я не знаю, животных так жалко резать, как они резали этих детей. И вот в этот момент весь Израиль сейчас молится Всевышнему. И Ишмаэль услышит Бог наши молитвы и даст силу нашим силам безопасности, чтобы уничтожили врагов, всех врагов, всех этих убийц, чтобы все те, кто убивали, это был праздник Симхат-Тура, радость Торы. И все, кто вот в этот праздник Симхат-Тура напали на мирных граждан, чтобы всех их Всевышний уничтожил и чтобы отомстил за кровь всех погибших за всю пролитую кровь. Все, друзья. И чтобы наступил мир. Нам-то не нужно это. Нам нужно, чтобы был мир. Но если есть те, кто мешает этому миру, то, конечно, их надо, чтобы они не мешали. Все, друзья. Удачи, успехов. Я вам очень благодарен за вашу поддержку. Прям невероятно благодарен. И всего хорошего. До завтра. Хороших новостей. Всем хороших новостей.